Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сёстры, сердечно всех вас приветствую на этом замечательном событии, Первом съезде регентов, певцов, всех тех, кто озабочен развитием русского церковного пения. Необходимость такого съезда назрела уже давно. И отрадно отметить, что эта важная инициатива возникла снизу. Но те инициативы, которые идут снизу, они жизнеспособны, потому что они происходят от реальных потребностей людей. И то, что мы все сегодня здесь собрались, это Ваша инициатива, а она выражает Ваши потребности. И поэтому есть надежда на то, что съезд пройдет благополучно и поможет решить или, по крайней мере, определить те задачи, которые предстоит всем нам решать в будущем. Как известно, после трагических событий 1917 года история нашей церкви, а вместе с тем и история пения, пошла как бы по двум путям. Одно происходило в зарубежье, а другое происходило в нашем Отечестве. В зарубежье были замечательные, особенно в 20-е и в начале 30-х годов, замечательные хоровые коллективы, которые выехали из старой России, которые сохраняли традиции дореволюционного пения и которые поражали своими выступлениями как в храмах, так и на светских площадках западное общество. И русское православное пение за рубежом было действительно важным миссионерским фактором. Оно открывало многим людям, живущим на Западе, красоту православия, красоту литургии и, конечно, величие нашей национальной певческой традиции. Ну, а другое происходило в Советском Союзе. Нельзя сказать, чтобы пение было уничтожено полностью, но ведь закрыто было абсолютное большинство храмов, монастырей, все было разгромлено. И никаких профессиональных хоров в 30-х, 20-х и 30-х годах практически не было. Вот мои родители познакомились в подворье Киево-Печерской лавре в городе Ленинграде тогдашнем, потому что оба пели в любительском хоре. Вот такие любительские хоры и поддерживали тогда традицию русского церковного пения. Но, конечно, совершенно очевидно, что уровень этого пения не был таким высоким, как хотелось бы. Однако в послевоенные годы положение изменилось, в связи с легализацией церкви, с открытием приходов стали появляться профессиональные хоры, которые в то время возглавляли замечательные регенты дореволюционной школы. Я помню таких регентов. По крайней мере, в Санкт-Петербурге, ну и в Москве. В Кафедральном соборе и Лоховском хор возглавлял господин Комаров, замечательный регент, удивительный музыкант, хранитель московской церковной певческой традиции. А в Петербурге можно назвать Левина, регента хора Санкт-Петербургского преображенского собора и многих других, кто сохранил вот эту дореволюционную Санкт-Петербургскую традицию. И вот для того, чтобы познакомиться с этими традициями, тогда нужно было приехать в Москву и послушать хор в Елоховском соборе, или приехать в Петербург, послушать хор в Преображенском соборе или в Никольском соборе, который возглавлял тогда профессор Санкт-Петербургской академии господин Шишкин. Вот эти хоры были действительными хранителями замечательной традиции. Традиции были очень чистые, они как бы не смешивались и не засорялись. Но уже в конце 70-х годов, я могу судить это потому, что происходило в Петербурге, стали привноситься различные другие распевы в петербургскую традицию. Она потеряла свою чистоту, и неожиданным образом я встретился с этой традицией в 1975 году в Хельсинки. Вы знаете, что Финляндия была частью Российской империи. Она сохраняла, кстати, многие законы еще со времен Российской империи, и в том числе все, что казалось церковного строя. Богослужение в Хельсинском соборе это было точь-в-точь богослужение столичного Санкт-Петербурга 19-го, начала 20-го столетия. Я на том богослужении был вместе с профессором-протереем Александром Шмеманом. Нас тогда обоих пригласили в Финляндию, чтобы читать лекции. И обмениваясь мнениями, мы оба пришли к выводу, что такого пения, как в Хельсинке, с точки зрения сохранения чистоты петербургской традиции, не было уже в Петербурге. Вот, если говорить о состоянии пения в 70-е годы в церкви в целом, за исключением Москвы и Петербурга, то надвигался в то время очень опасный кризис. И он был связан с тем, что иссякло вот это регенское племя. Умерли те регенты старшего поколения, которые были хранителями традиций, а новых не было. Я как-то особенно остро это почувствовал, став ректором тогдашней Ленинградской Духовной Академии семинария. Мне стало очевидно, что еще пройдет несколько лет, и в масштабах церкви приходское пение может закончиться. Потому что не было тех, кто мог возглавить церковные хоры. И вот тогда возникла такая смелая мысль создать полноценное регенское отделение в ленинградских духовных школах. Регенские кружки были и в Московской семинарии Академии, и в Ленинградской семинарии Академии. Я сам в таком кружке немножко учился, но это был такой необязательный кружок. Можно было приходить, не приходить. Никакой программы не существовало. Ну так просто чему-то нас немножечко учили. А вот для того, чтобы создать систематическое и то, что называется научное, правильное образование регентов, необходимо было создать школу, регентскую школу. Но в то время создать что-то в церкви было очень трудно. Необходимо было получать согласие светских властей. А светские власти в 70-е годы придерживались строгой позиции. Ничего нового в жизни церкви появляться не должно. Церковь должна сужаться, скукуживаться, ее пространство должно уменьшаться, потому что с религиозной жизнью Советский Союз не связывал своего будущего. И поэтому всякое предложение что-то открыть, будь то храм, часовню, тем более школу, встречало, конечно, очень сильное сопротивление. И вот тогда мне помог опять-таки опыт моей работы тогда и общения с Финляндией. В Финляндии в семинарии Копио православной учились девочки, в том числе и регентскому делу. И вот взирая на то, как девочки пели вместе с мальчиками, я подумал, а если вот начать с того, а мысль о том, чтобы девушки учились, сразу пришла в голову, потому что невозможно только на одних молодых людях основывать такое серьезное дело, как регентскую школу. Так вот тогда и возникла мысль, а не пригласить ли какую-нибудь девочку из Финляндии, то, что называется, для того, чтобы, ну так немножко грубыми словами, но ясными скажу, мозги запудрить властям. И вот договорился я с одной девочкой по фамилии Петцела, Лена Петцела, которая изъявила желание приехать в Ленинград. Но после этого начались тяжелые переговоры с властями, что вот есть потребность, люди из-за границы хотят у нас учиться, у нас нету таких возможностей. Долго все это продолжалось, в конце концов, со скрипом, мне дали разрешение принять Лену Петцела. Вот тогда я стал говорить, слушайте, ну нельзя же одну принять. Если примем одну, то это будет выглядеть как пропаганда. Нам же нужно кем-то из наших разбавить. Мне разрешили разбавить еще тремя. Одна из этих трех была моя родная сестра, другая была супругой одного из учащихся, и третья была дочерью одного из портереев. И вот четыре человека в 1978 году и были приняты на первый курс этого регенского отделения, который мы называли регенским классом. А пригласили мы туда замечательных педагогов, которые преподавали в музыкальном училище, в консерватории. И я перед ними поставил задачу сформировать реальную регенскую школу с программой, как минимум, музыкального училища. Вот, по милости Божией, очень скоро этот класс превратился в настоящее регенское отделение с десятками молодых людей и девушек, которые там учились. И опыт этот был потом подхвачен Московской духовной академии. И уже в 80-е, в 90-е годы мы имели сотни регентов, подготовленных в этих двух школах. Я думаю, что очень важным и переломным моментом был 1988 год, празднование Тысячелетия Крещения Руси. Вот тогда церковное пение как бы появилось в общественном пространстве. Я вспоминаю исторический концерт в Большом Театре. Сколько стоило трудов, чтобы добиться того, чтобы концерт в честь Тысячелетия Крещения Руси проходил в Большом Театре. Нам долгое время отказывали, предлагали какие-то другие площадки. Но в конце концов, по милости Божией, удалось добиться того, что в центре Москвы, в Большом Театре, на прославленной сцене, обществу, миру была явлена по-настоящему красота русской церковной певческой традиции. Это было событие огромного духовного и культурного значения для страны. Потому что в зал пришли те, кто не мог прийти в церковь. Это были представители власти, интеллигенции. Это был действительно прорыв. Вот сейчас, может быть, многие не могут понять, о чем речь идет. Что особенного? Ну, концерт церковной музыки в каком-то светском зале. А в то время это было эпохальное событие, переломное событие. Потому что ломался лед, который сковывал церковную жизнь. Я вспоминаю, с каким энтузиазмом, со слезами на глазах люди слышали это замечательное пение под сводами Большого Театра в городе Москве. Ну и вот сегодня, по милости Божией, да, если еще вернуться к истории, то в 1984 году я был переведен из города Ленинграда тогдашнего, снят с должности ректора и переведен на Смоленскую кафедру. И вот тогда, соприкоснувшись с нашей церковной глубинкой, я понял, насколько важным было открытие регенского класса. На весь, на всю Смоленскую область, вдумайтесь, был один регент и один хор. А все остальное – страх Божий. Я из города Смоленска поехал в Вязьму, второй по величине город области, с замечательной историей, связанной с патриархом Никоном, с царем Алексеем Михайловичем. Вязьма в какой-то момент была столицей русского государства, когда возникла эпидемия чумы в Москве, то царь и патриарх выехали в Вязьму, а потом Вязьма стала центром формирования наступательной стратегии на Польшу для того, чтобы освободить город Смоленск. Поэтому город очень известный и собор прекрасный в центре Троицке. И народу полно, а на клиросе четыре старушки хриплыми голосами поют. И то же было в каждом районном центре. Я уж не говорю о деревнях. И вот тогда с очевидностью воспринял я эту тяжелую реальность нашей Церкви. Понял, насколько же важным было создание регентского отделения, регентской школы и вообще постановка вопроса о профессиональной подготовке регентов. И действительно, уже в 80-е, особенно в 90-е годы, мы имели в Церкви сотни подготовленных, профессионально подготовленных регентов. Но если сейчас вот так перейти к нашим проблемам, то в чем я вижу проблемы? Вообще, проблем не так уж много, по милости Божией. наше церковное пение развивается, совершенствуется, появляется очень много замечательных коллективов, которые способны не только в храме петь, но и выступать, и представлять русскую церковную певческую традицию и в стране, и за рубежом. Но вот мне кажется, что все-таки нам нужно как-то подумать о систематизации церковной церковно-певческой практики. Я не говорю об унификации, Боже упаси. Ни в коем случае нельзя сказать, что во всех храмах нужно петь так, как поют в Москве или так, как поют в Санкт-Петербурге, хотя уже и в Москве, и в Санкт-Петербурге поют не в соответствии с местными традициями, а очень много всего привнесенного, иногда положительного, иногда категорически отрицательного. Ну, здесь, конечно, и вопрос вкуса, и вопрос отношения к традиции, к истории, но, на мой взгляд, нужно обязательно сохранять певческие традиции. Вот если говорить о дореволюционных певческих традициях, что это за традиции? Ну, конечно, синодальный обиход. Вот если он совершенно исчезнет, если осьмигласия у нас синодальные забудут, это будет очень плохо. Я болезненно воспринимаю фантазии на тему восьмигласов. Этого делать нельзя. Фантазируйте в любой другой сфере. Но нельзя фантазировать, гармонизируя и даже перефразируя, выражаясь литературным языком, традицию русского восьмигласия, как она сложилась, в том числе в синодальный период. Замечательная дореволюционная традиция московского пения. Если говорить о голосах, то отличие от синодального в Москве было только в исполнении второго глаза. Второй глаз пелся иначе, чем в синодальной традиции. Но это была специфика Москвы, которая с уважением всеми воспринималась, и некоторым московский второй глаз нравился больше, чем синодальный глаз. Но существовали другие замечательные традиции. Традиция Киево-Печерской лавры дореволюционной. Вот иногда даже в сборниках видишь распев Киево-Печерской лавры. Но у меня нет уверенности, что это действительно распев Киево-Печерской лавры. Вот поэтому нужно привести большую изыскательскую работу с тем, чтобы нам выявить вот эти самые замечательные распевы, которые поражали тогдашних людей и, несомненно, будут поражать и современного слушателя. Дореволюционный Валаамский распев. Не знаю, насколько его возможно сегодня восстановить. Полагаю, что возможно восстановить, потому что сохранились ноты и какие-то воспоминания об этих распевах. Но вот это наше сокровище. Если оно уйдет, это будет очень плохо. Если оно под влиянием некоторых композиторов, которые пытаются гармонизировать эти распевы, раствориться в этих интерпретациях, это тоже будет очень плохо. Нужно оставить все то, как было. Вот эти традиции должны жить. Это не значит, что все мы должны петь по Синодальному, по Московскому, по Киево-Печерскому и по Валаамскому. Нужно открыть возможность для творчества, для написания новых произведений. Но то, что к нам пришло из истории, этого ломать не надо. Так же, как мне нужно, я думаю, ломать и знаменный распев. Он тоже пришел к нам из истории. Это историческое сокровище. Вот все то, о чем я говорю. Это как все равно, если бы мы переписывали в музеях картины. Или если бы мы изменяли фасады исторических зданий в угоду нынешним вкусам. Нужно то, что было создано в прошлом, оставить так, как оно есть. Но, тем не менее, ни в коем случае не ограничиваться этой традицией, открывать возможности для современных композиторов творить. И это сегодня происходит. Я думаю, что мы с благодарностью должны отнестись ко всем тем, кто обогащает сегодня репертуар наших церковных хоров своими произведениями. Я хотел бы немножко теперь сказать на тему народного пения. Вот тогда, в советское время, стало ясно, что если вообще пресечется традиция хорового, профессионального пения, то нужно возрождать пение народное. И в той же самой Ленинградской духовной академии мы его стали возрождать. Как мы начали? Ну, веру и отче наш, народ наш умеет петь. А вот для того, чтобы возродить пение в масштабах, допустим, в объеме всей литургии, мы ставили в народ наших мальчиков, девочек, певчих. И они вместе с народом пели. Вначале ектинью, потом евхаристический канон и практически большая часть литургии пелась народом. Вот все те, кто посещал тогда храм Ленинградской духовной школы, были поражены этим пением. Настолько это подымало дух. Вот я думаю, что возрождение народного пения это один из путей воцерковления нашего народа. Потому что человек, участвующий в пении, слышащий вот эти мощные звуки справа, слева, спереди, сзади, он как бы погружается в особую стихию молитвы, общей молитвы. Он чувствует, что такое приход, что такое община. Он чувствует свое участие в божественном служении. Поэтому я бы очень призвал бы наших лиц, ответственных за церковное пение, возрождать народное пение. Может быть, это не следует делать на 100%, потому что нужно оставить пространство и для профессионального пения, которые тоже имеют большое эстетическое и духовное значение, влияние на человека. Но нужно начать расширять пространство народного пения в нашей богослужебной практике. Есть еще одна тема, которая к нам пришла из прошлого, но которая сохраняет свою актуальность в настоящем. Это то, что происходит у нас на клиросах, в профессиональных хорах. Ведь очень часто туда приходят люди просто для того, чтобы заработать деньги. Если поют где-то там далеко, на балконе, Бог с ним. Но когда на правом клиросе стоят, а клирос открыт, и люди видят совершенно чужих, может быть, даже неверующих людей, которые поют, которые соответствующим образом выглядят, это вносит огромный диссонанс. Вот я не могу сказать, что нам нужно с сегодняшнего дня прекратить использовать помощь профессиональных певцов, но я возложил бы огромную ответственность на наших регентов за воцерковление этой публики и за настоятелей. Мы занимаемся воцерковлением детей, молодежи, у нас есть какие-то кружки при храмах, но мы забываем о том, что в первую очередь надо воцерковлять тех, которые сослужат нам. Что такое пение? Это сослужение. А если человек далек и по убеждениям, и по чувствам от того, что переживает и чувствует верующий человек во время богослужения, как он может стать органической частью общины? Как он может стать сослужителем? Это просто, знаете, какое-то инородное тело. Инородное тело, которое не является нейтральным, оно, несомненно, несет негативное влияние. Поэтому воспитание, духовное воспитание, воцерковление певчих, это такая же задача регента, как и поддержание высокого уровня исполнительного мастерства. Если у регента не хватает разумения как-то и влияния, хотя регент самый влиятельный человек для тех, кто поет в хоре, то к этому должны подключаться духовенства и, конечно, настоятели. Теперь сказал бы несколько слов о совершенствовании подготовки регентов. Существуют регентские школы в Санкт-Петербурге и в Москве, но мне кажется, что сейчас надо сделать новый важный шаг и, по моему благословению, что-то происходит в Санкт-Петербургской духовной школе. Нам нужно пройти, конечно, аккредитацию наших духовных школ в рамках вот этой программы подготовки регентов. Аккредитацию наших регентских музыкальных школ. Это предполагает, конечно, значительное повышение уровня программ, повышение уровня преподавания как собственно музыкального, так и богословского. Я думаю, что мы должны ставить перед собой задачу, чтобы регентские отделения выдавали диплом бакалавра. Это очень важно. Тогда это будет признано во всей стране и не только в стране, но и за границей. Для того, чтобы было так, нужно провести очень большую работу по подготовке программ, по подготовке преподавателей, по решению всех остальных задач, которые являются непременным условием, эти решения, для получения государственной аккредитации. Почему это нужно? А потому что мы ни в коем случае не должны понижать уровень подготовки профессиональных регентов. Мы должны его постоянно повышать и стремиться к тому, чтобы уровень подготовки регентов в наших специальных учебных заведениях не был ниже подготовки музыкантов в соответствующих учреждениях светских. Я вот сказал о богословских дисциплинах. Когда в 1978 году создавался регенский класс в Ленинградской духовной академии и семинарии, тогда я внес предложение о том, чтобы помимо собственно музыкальных предметов изучались богословские. Я хорошо помню дискуссию на ученом совете. И мне говорят, ну зачем нагружать-то? У них и без того там и гармония, и сольфеджи, и теория музыки, и история музыки. Ну зачем еще какие-то там предметы вводить богословские? На что я сказал, нам нужно готовить не только регентов. А дальше сказал то, что вызвало улыбку, ну и полное недоверие к моим словам. Нам нужно готовить будущих преподавателей религии и катехизаторов нашего народа. Это было сказано в 1978 году, когда такие слова даже вслух нельзя было произносить. Но я был абсолютно уверен, что это время настанет. Я знал, что не хватит сил духовенства осуществлять эту огромную работу. Так оно и получилось. И наши регенты, может быть, стали первыми катехизаторами измерян, которые стали осуществлять эту важнейшую работу, важнейшее служение в нашей церкви. Вот и сегодня церковный регент должен быть катехизатором. Он должен знать богословские дисциплины. Он должен знать историю церкви. Конечно, догматическое богословие. Он должен быть богословски просвещенным человеком. Тогда, соприкасаясь с таким регентом, будут меняться и певчие, в том числе и те, которые из мира придут и будут петь в наших хорах. Поэтому я хотел бы поставить эту задачу и перед Московской академией, а может быть, и перед другими нашими богословскими школами, чтобы вопросы, связанные с подготовкой лицензирования и аккредитации регентских отделений, как учебных заведений, могущих выдавать дипломы бакалавра государственного образца, начались или продолжались. Ну, конечно, всякое образование начинается с детства. И я думаю, что и музыкальное, и церковное образование должно начинаться с детства. Иногда у нас не знают, чем занять ребенка в воскресных школах. Но давайте обратим внимание на важность певческой подготовки детей, начиная с воскресных школ. Не все дети могут петь, но многие могут петь. Причем одно это пение в начальных классах воскресной школы, а другое дело это пение среди уже подростков. У них может действительно развиться реальный интерес к церковному пению. Из этих людей могут черпаться кадры наших будущих регентов. Эти люди, эти молодые люди, получившие интерес к церковному пению, могут пойти в семинарии на регентские отделения и пополнить корпус регентов Русской Православной Церкви. Ну а теперь несколько слов о нашем съезде. Я думаю, что вот все эти как-то мысли можно было бы немножечко развить, об этом поговорить. Не думаю, что какие-то конкретные окончательные решения можно принять на этом первом съезде, но, по крайней мере, можно сформулировать какую-то программу действий. Если говорить вообще об организации дальнейшей работы в рамках общецерковных, то мне кажется, что нужно создать какую-то систему на общецерковном уровне, которая бы координировала всю эту деятельность, которая бы воспринимала сигналы, идущие от регентов, и которая могла бы в том числе и определять контуры, параметры нашей церковной политики в области развития церковного пения. Глубоко убежден, что в развитии церковного пения в русской церкви в первую очередь должны принимать самое непосредственное участие, решающее участие, сами регенты и церковные певцы, на что я и хотел бы всех вас благословить. Храни вас Господь! АПЛОДИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИ